Здорово, на связи Юрич, вы на канале Автосовет. В этом видео я подготовил для вас обзор видеорегистратора, который называется SDOM-CAM GS63H. Мне этот видеорегистратор прислал китайчонок с Алиэкспресса или с его сайта. Значит, условие было простое. Ты делаешь обзор на это устройство, оно тебе присылается бесплатно, и оставляешь ссылку внизу. Я предупредил, устройство будет говно, я прям так и скажу. Ну, не знаю, поймет ли он правда, вряд ли он русский знает, потому что, судя по тому, как он писал, вряд ли он его знает. Короче, устройство у меня лежало дома, где-то недели три назад он прислал, и вот только сейчас окошко образовалось, в рамках которого я могу его сделать обзор. Я же пользуюсь устройством, как вы знаете из прошлых видео, TrendVision Signature Evo V. Давайте смотреть, что за гаджет. Вместе с вами получу первые впечатления. Также мне прислали камеру заднего вида, вот в таком виде она приехала. Так, устройство S-DOM. Устройство потом посмотрим, смотрим комплектацию. Пират, давай. Значит, что здесь? Здесь устройство лежало. Это верхушечка. И вот все вот так. Значит, давайте, что заявлено. На нижней упаковке ничего не заявлено, она абсолютно беленькая. Устройство, вот написано JS63H. Так, все, больше ничего не показано, какое здесь разрешение и так далее. Написано, что кто импортер, где он произведен. Гуангдонг, Кингси Таун и модуль. Все, больше нифига нету. Ну, ладушки. Значит, по поводу компании вот этой вот S-DOM. Они, если не ошибаюсь, значит, производят в основном только автогаджеты. Там всякие камеры, вот эти dash cam, в смысле видеорегистраторы. Я не знал такой компании. Но когда ко мне обратилась вот эта компания, я увидел, что они достаточно популярны. И даже в Авито у нас продаются. Сегмент, я так понимаю, достаточно средний. Вот это устройство стоит, ну, не особо много денег. Мне прислал еще продавец этот самый код с 3% скидкой. Вот. Я его тоже, ой, с 3% с 3, с 3$ скидкой. Я его оставлю. Давайте посмотрим, сколько стоит само устройство. Камера наверняка недорогая. Захожу на Алиху и вижу, что мне кинули на их магазин сайт, этот самый ссылку. Вот это устройство, 56 долларов 99 центов оно стоит. Это субфлагманское устройство, потому что лучшее вот оно за 100 долларов еще есть. Значит, мы будем относиться тогда к этому видеорегистратору как к гаджету за примерно 4 тысячи рублей. Это достаточно дешевый гаджет. Ну, кстати, есть еще и подороже гаджет GS63 Pro за 128 долларов есть. Вот какой-то за 45, вот их магазин. А, вот у них, видите, еще пускачи есть и так далее. Что мы имеем в комплектации? Значит, присоска интересного вида. У него лог, видите, как работает. Не как у нас пятаком ты закрываешь, а присоску прижимаешь кручением. Хорошо, неплохо, сейчас попробуем его заинсталлировать. Транвижен я пока уберу. Есть прикуриватель. Ну, такой он легенький, сносного качества, как для регистратора за 3 тысячи. Он, конечно, не прям массивный, пластиковый, но сносный, сносный. Так, провод на USB mini старый, ну, mini-USB в смысле. Старый тип, длинный, наверное, пятиметровый. Прокладка проводов вот эти вот на 3M скотче. И все, и дальше инструкция. Давайте посмотрим, что там вообще. А, ну, короче, что где? Full HD он пишет в 60 кадров в секунду. И, кстати говоря, 2880 на 2160 при 24 кадров в секунду. Смаз будет большой при 24P. Я бы не рекомендовал использовать разрешение в угоду частоты кадров, потому что будет смаз. Окей, комплектация достаточная, аскетичная, как мне кажется. Там тряпочку какую-нибудь можно было положить или еще что-то. Ну да, ну да ладно. Так, берем провод, устанавливаем его и смотрим, что вообще, что вообще по тестам и что за устройство. Теперь к самому устройству, значит, распаковываем, смотрим. Выглядит это вот таким образом. Что-то напоминает от мои, да, шкам, которые мои 70 фирма. Линза с закрытым объективом, этим, пленочкой. Это, я так понимаю, GPS-модуль сверху. Вот так вот они сделали. Да, так и написано GPS. Здесь AV-провод, AV-in. Крепеж я такой, честно говоря, не приветствую. Мне нравится магнитное крепление. Здесь, получается, он крепится с двух сторон. Вот так ты просто его зацепил и все. И обратно так же. Да, с любой стороны можешь засунуть. Ну, то есть, как на себя, так и от себя. Провод, так как это бюджетное устройство, скорее всего, входит в него самого, да. Значит, торец, динамик, объектив и надпись. Правая сторона, мини-USB, мини-HDMI. А, ну да, мини, получается, то, что самые маленькие микро, мини. Да, да, это мини. Пять кнопок, окей, вверх-вниз, предупреждение, видимо, это лок-видео, да, лок-видео и меню. Все. С левой стороны SD-шка всовывается вкл-выкл. И все. А снизу кнопочка ресета и, наверное, проветривание. Все, получается. Так, включаем гаджет. Давайте по меню пройдемся. Так, разрешение можно выбрать. 24P ни при каком, ни при каких обстоятельствах я бы не стал выбирать, потому что достаточно сильный смаз будет. Я бы выбрал, наверное, вот 30 кадров в секунду. Вот эти вот 2К, да, получается разрешение. Окей. Дальше. Цикл записи я люблю максимальный, 10 минут поставим. Таймлапс. Вообще не понимаю, когда он может быть нужен. VDR включен по умолчанию на всех региках. Экспозиция. О, Vertical Flip Image можно сделать. То есть регистратор можно использовать как вертикально, так и горизонтально. Интересно. Такую функцию первый раз вижу. Распознавание движения присутствует. Я говорил, что тоже странная функция. Impact Detection Parking Mode. Выключен. Кстати, функция, которая встречается в основном в дорогих регистраторах. Приятно, что здесь она есть. Рекордное аудио. Имеется в виду запись звука. Блин, какой перевод, что поделать. Штамп даты времени. Штамп GPS включим. Штамп даты тоже какой-нибудь плюп пусть будет. Сейчас будем тестить. GPS Info. То есть он показывает, сколько спутников сейчас видно. G-сенсор есть. Я его обычно выключаю. Мне не нравится использовать датчик удара. Ну, соответственно, Speed Unit, дебильные мили, которые никому никогда не нужны. Либо нормальная метрическая система. Живая скорость. Окей, скорость показана. Дальше идем. Ага, вот второй. Так, Wi-Fi можно включить. Выставить тайм-зону. Дата, время. Настройка заставки. Через минуту. Давай через минуту. Звук клавиш. Громкость средняя. Язык. Частота освещения 50 Гц. Потому что мы в России живем. Storage Space. Сколько занято, сколько не занято. И форматировать карту. Приветствуется. Отформатировать, чтобы она работала. Версия ПО и ребут. Давайте скачаем прилогу. Посмотрим, что там есть за фишки. Вот такая вот заставка. Экран, конечно же, слабого качества. И слева-справа этот цвет меняется. От ярко-желтого до темно-красного. Вы можете видеть. То ли это от экрана зависит. То ли это от защитного слоя. Вот этого. Который, кстати, прогибается достаточно хорошо. Но это пофиг. Вам с ним не пинаться. Держим в голове. Гаджет стоит в районе четверки. Это хорошая цена, в принципе. Но меня, конечно, интересует угол обзора. Это один из самых важных параметров в видеорегистраторах, которые я очень сильно ценю. Прилога сразу же просит доступ к GPS. Терпеть не могу, когда так делают. Угол дерьмо. Ну, экран, во-первых, дерьмо. Но угол полный, конечно. Смотрите. Вот примерно место, где у меня стоит как TrendVisions, так и предыдущий регистратор стоял. Смотрите, сколько видно. То есть, вот стойка. Вот она, стойка. И нихера не... Ага, вот только начинается. Я люблю, когда видно от стойки до стойки. Здесь угол нормальный, если регистратор вешать примерно сюда. Да. Вот на этом расстоянии будет видно от стойки до стойки. Это вот уровень лампочки. Я же регистратор использую здесь. И мне не по нраву тот угол, который он дает. Не, могло быть и хуже. Могло быть и хуже. Понимаете, в чем еще хрень? Очень сложно оценить... Давайте вот эту вот уберем наклейку. Очень сложно оценить, где у меня стойки, из-за того, что экран плохой. То есть, чтобы видеть слева-справа, тебе нужно на него смотреть прямо вот. Прямо. Чуть-чуть ты угол меняешь, все, экран темный. А с этой стороны, наоборот, светлее. Ну, то есть, смотрите, вот где камера. Вот смотрите, здесь светлее, справа, если ты смотришь на регик. Слева он темнеет. Видите? Как будто матрица наоборот поставлена. Она обычно так стоит по... Поверх-вниз, да. Она и поверх-вниз так делает. Сверху он светлее, снизу темнее. То есть, если ты на регистратор смотришь с водительской стороны, вот слева на него, то получается у тебя типа как негативные цвета. Ну, как в негативе все. Ладно, давайте попробую с торца посмотреть. Ну, угол не 170 градусов, но где-то 160. В принципе, нормальный угол. Просто экран настолько хреновый. Ну, ладно. Есть ли суперконденсатор? Проверяем. Он знак вопроса почему-то пишет на аккумуляторе. Смотрите, он пишет, нет, суперконденсатора нету. Видите, зарядка, говорит, у меня идет. Вытаскиваю, такой знак вопроса. Ну, то есть, он имеет в виду, типа, ты херел что ли? Ты что вытащил провод из меня? Короче, здесь аккумулятор суперконденсатора здесь нету. Это не очень хорошо. Давайте его заинсталим. Сюда закрыли. И вот он вот такой. Хрен его знает, что поехали. Забыл про камеру, друзья мои, сказать. Вот ты всовываешь. А вот этим вот проводом ты запитываешься. У меня, к сожалению, здесь нет проводов, на которые мы можем закинуть и запитать видеорегистратор. По поводу приложения, друзья мои. Что здесь можно заапдейтить? Приложение. About почитать. Так, скачать файл, который он записал. Real-time recording глянуть. А, ну вот, кстати, можно видеть угол обзора. Кстати. Видите, от стойки до стойки не получается. Я люблю, когда прям виден кусок стойки левой и кусок стойки вправой. Но, в принципе, ну нормальный сносный угол обзора. Качество не знаю. Линза протертая. И там ничего на ней нету. Качество сейчас посмотрим. Так, что, едем. Скорость показывает. Хотя шрифт, буковки, вот это все видно. То есть инфа, красная кнопка. То есть ты увидишь, что все работает. Единственное, ты не поймешь, что там за изображение на экране. Только если вот так сделать, к себе. Да, к себе видно. Но тогда он обочину снимает. Ладушки. Не, как бы, чтобы китаец мне еще что-нибудь прислал. Устройство хорошее. Very good gadget. Send me more, как говорится. Ну, они мне по большому счету-то особо не нужны. Я таким устройством пользоваться не буду. Я им и не пользуюсь. Смотри, зачем этот чувак выехал на встречку? У тебя на районе оператор какие-то маргиналы тут обитают. Вообще странный. Давай меньшее разрешение для сравнения сделаем, да? Поставил разрешение самое максимальное при 24 кадрах в секунду. Вот так центр? Нет, я просто не вижу. Вроде центр. Погнали. Смотрим, что он умеет писать в 24 кадра в секунду. Скорость появляется, когда ты уже разгоняешься километров до 20. Скорость он пишет вот здесь вот. Зачем-то мне вот ненужная вот эта информация появилась, что у меня датчик удара выключен. Ну, ладно, хрен с ним. Звук, кстати говоря, вы тоже можете оценить. Сейчас я поставлю из регика. Ну, просто чтобы понимать, насколько хорошо или плохо он пишет внутри себя. С другой стороны, ну вот что ты купишь сейчас за 4 тысячи из устройств, которые без радар-детектора, понятное дело, вот с радар-детектором устройства сразу 10 плюс начинаются, и которые вот что-то можно купить за 5 тысяч, которые умеют хотя бы знаки распознавать скорости, у которых есть база, здесь-то базы нету. Он же не предупреждает о всяких треногах, не треногах, не предупреждает. Не знаю, можно ли что-нибудь. Ну, бэушное что-нибудь только за пятерку купить. Напишите в комментарии, кстати, вы бы что выбрали. Новый гаджет на вот такого бюджетного класса или бэушный какой-нибудь, нормальный рабочий бэушный, но чуть повыше классом, который уже хотя бы имеет базы. Я уж не говорю про радар-детектор, но хотя бы с базами. В общем-то, что, будем закругляться? Себя можно позаписывать. Вот, кстати, на себя направил. Hello, как говорится. Короче, друзья, напишите свое мнение по поводу этого гаджета внизу в комментариях. Я не знаю даже, что добавить. Ну, такое бюджетненькое достаточно устройство. Друзья, в завершении, что можно сказать по поводу этого устройства? Три фишки, которые для меня принципиально важны в видеорегистраторе, это широкий угол обзора. Здесь он немножко не хватает до этого. Немножко, конечно, не хватает. Хотя, в принципе, угол более-менее. Не от стойки до стойки, но нормально. Там 160 градусов, я думаю, что есть. Второй важный параметр – это, конечно же, магнитное крепление, которого здесь нет. Приходится вот так вот его, получается, снимать, и провод будет сверху висеть. Ну, это ладно. Тоже такой себе момент. И третье – это, конечно же, базы камер. Их бы хотелось иметь, здесь их нет, но и устройство стоит не так уж и дорого. Не скажу, что это копейки, там, 4 тысячи рублей. Некоторые люди, как бы, несколько дней за эти деньги работают, но тем не менее. Ну, расстроило меня больше всего то, что я даже не ожидал – это экран. Из приятного – это вменяемая, в принципе, цена. Вторая камера в комплекте. Может и повысится цена, хрен его знает. Не знаю. Ну, ладно. Вторая камера есть, и это уже хорошо. Возможность подключения, скажем так. Это неплохо. Достаточно хорошее разрешение. Я уверен, что оно, скорее всего, нечестное. То есть, не матрица выдает столько пикселов, а оно интерполированное. Ну, ладно, оно есть. Мы сейчас сравним футаж на 2К и на 2,5К. Посмотрим, есть ли разница. Достаточно добротно он сделан. То есть, это прям неотвратные материалы. Это нормальные. То есть, это не премиум сегмент, конечно, но это неотвратные материалы. Нормальный регистратор. Хорошо, что GPS есть. Если вам просто нужно записывающее устройство, которое вы один раз установили, и там вот он пишет, все, да, он работает. Греется? Ну, да, подогревается регистратор. Но надо понимать, что у меня печка работает. Я в футболке в машине сижу на улице, минус 4. У меня и головное устройство, мы его сейчас сняли изнутри, нагрелось, дай боже. Короче, пишите в комментарии свое мнение. Будете брать, не будете. Просто интересно. Всем спасибо за просмотр и удачи.